Какие причины и цели преследует Армения, создавая обострения на границе? На вопрос отвечает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Армения пришла в себя после катастрофического разгрома и поражения во Второй Карабахской войне, и сегодня армянские политические элиты и армянская зарубежная диаспора начали новый виток все той же борьбы. Цель и задачи этой борьбы заключаются в том, чтобы легитимизировать сепаратистское образование, которое существует в Карабахском регионе Азербайджана. Сегодня это регион, который контролируют российские миротворцы, но по факту мы можем говорить о том, что там действует сепаратистский элемент, который оказался неразгромленным в ходе Второй Карабахской войны, ввиду того, что было подписано трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года. Кстати говоря, этим заявлением предусматривается и предусматривалось разоружение и прекращение деятельности на территории Азербайджана незаконных армянских вооруженных формирований. Данный пункт до сих пор не выполнен, и это дает надежды, как считают идеологи армянского национализма и сепаратизма, на то, что каким-то образом они смогли бы, даже в нынешней ситуации, попытаться продолжить прежнюю неконструктивную и порочную политику, которая проводилась предшествующие десятилетия, сказал Игорь Короченко. Армения снова поднимает закрытый Азербайджанам вопрос по статусу Нагорного Карабаха. На что она надеется? На вопрос отвечает российский политолог Сергей Марков. Армяне надеются на то, что будет какой-то статус, и они надеются, что будет статус, который закрепит нынешнее положение. Дело в том, что руководство Азербайджана четко сказало, никакого особого статуса не будет. Но даже статус области это также статус, а плюс сейчас эта территория контролируется другим государством. Они надеются, что в переговорном процессе нынешний статус будет заморожен, как это было прописано в казанской формуле по решению Нагорно-Карабахского конфликта еще более 10 лет назад по инициативе России, где все четко и ясно было прописано. Заморозка статуса после передачи семи районов. Но Армения захотела заморозить статус как есть семью районами, для того, чтобы потом разменять их на признание независимости Карабаха. Но ничего не получилось. Вместо этого получилась война. Сейчас они также хотят заморозить существующий статус-кво. Но я думаю, что Россия не будет поддерживать этот проект. А Азербайджан будет категорически против. И это может вылиться в новую войну через какое-то время. Но сейчас новая война совершенно не нужна. Желание Армении заморозить статус-кво, а не продвигаться вперед. Это то, что уже подвело один раз Армению и может подвести еще раз, сказал Сергей Марков. Питер Тейс. Армянские вооруженные силы должны предстать перед судом и ответить за преступления. Это жесткий акт, организованный руководством армянских террористов, скрывающихся в Ереване, который должен быть осужден правительствами ведущих стран мира и международными организациями. Об этом репорт сказал американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс, комментируя напряженность на армяно-азербайджанской границе в направлении Нахчевана. Ночью 2 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Аразден Двединского района и стрелкового оружия обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении поселка Гайдарабад Садаракского района Нахчеванской автономной республики. Как один из немногих американцев, посетивших поселок Гайдарабад, я был потрясен, узнав, что армянские солдаты использовали боевые патроны для обстрела поселка, который является самым хорошо обустроенным маленьким поселком на Кавказе. Опереди в этом плане многие населенные пункты развитой Европы, сказал эксперт. Тейс также добавил, что армянские вооруженные силы должны быть привлечены к ответственности и предстать перед международным судом, чтобы ответить за свои преступные деяния, совершенные против невинных жителей Азербайджана. Кто побывал в армянском селе Аразден, расположенном рядом с Гайдарабадом, тот знает, что это ад на земле. В этом селе всего два десятка заброшенных хижин, и даже находящиеся на той территории армянские солдаты постоянно страдают от голода, добавил Тейс. Какой может быть сценарий развития событий, если напряжение на армян-азербайджанской границе не спадет? И зачем Пашинян снова поднимает закрытый для Азербайджана вопрос по статусу Карабаха? На вопрос отвечает российский эксперт Алексей Финенко. Я думаю, что в ближайшее время Армения не будет больше продолжать обстрелы и создавать напряжение по одной простой причине. Пашинян прекрасно понимает, что если начнется новый военный конфликт, то он точно завершится не в пользу Армении. При нынешнем военном потенциале и соотношении сил, ему нет смысла развязывать конфликт, так как это будет очевидное и гарантированное поражение Армении. И потеря уже остатков Карабаха. Зачем Пашинян снова поднимает закрытый для Азербайджана вопрос по статусу Карабаха? Чтобы показать, что он что-то делает. Тем самым он говорит, вы меня избрали гарантом мира. И вот я какой-то мирный процесс и готов запустить. Но он попытается все это утопить в бесконечной бюрократической волоките. Конечно, можно предположить, что он тем самым собирается переформатировать соглашение, которое было заключено 9 ноября 2020 года. Но возникает вопрос, во что переформатировать? У него и так остался последний кусочек Карабаха. Если он будет все сильно затягивать, то есть большие риски потерять и это. Поэтому я не вижу, как можно переформатировать существующие соглашения. Попытается ли Пашинян заморозить статус? Заморозить статус он, конечно же, попытается. И даже может растянуть этот процесс на несколько лет дискуссий. И он все это будет пытаться делать. Но вопрос в другом. Насколько ему это позволит сделать сегодняшняя ситуация? Потому что сегодня Россия однозначно не будет вмешиваться в этот конфликт и тем более поддерживать Пашиняна, который откровенно выступает с антироссийских позиций, сказал Алексей Финенко.